Дагестанская медицина Врачи борются за жизнью, везти из больниц, как фронтовые сводки О тех, кто помогает и о том, чего не хватает в нашем выпуске Главный образ памяти героев войны Под Ржевом возвели грандиозный мемориал по мотивам произведения прославленного дагестанского поэта Здравствуйте! Это и другие недели на канале ННТ И я, Мурад Ахмедов Главный праздник нашей страны Праздник победы над всемирным злом, злом абсолютным Подвиг целого поколения миллионов простых людей И не подозревавших даже, что именно на их долю выпадет такая судьба Спасти от коричневой чумы фашизма весь мир Праздник со слезами на глазах День памяти миллионов погибших И чествования тех немногих Что и через 75 лет остаются героями и добрыми талисманами нашего времени По данным переписи 1939 года до войны население Дагестана было немногим более миллиона человек Фактически пятая часть людского потенциала республики была брошена на борьбу с врагом В годы войны республика послала на фронт около 180 тысяч воинов Половина из них осталась на полях сражений В этом году в связи с развитием эпидемии масштабные праздничные мероприятия Запланированные в честь юбилея победы в стране пришлось отложить Мировая пандемия разрушила множество планов Но вирус без памятства, к счастью, нам не грозит По всей стране героев победы чествуют по достоинству Не остался в стороне и Дагестан Накануне глава Дагестана вместе с председателем правительства республики Возложил цветы к вечному огню у мемориала воина-освободителя Вспомним о деревнях, сожженных до тла О поселках, стертых с лица земли Вспомним о сотнях городов, разрушенных Вся страна отмечает 75-летие победы советского народа над фашистской Германией Многие из лучших сынов и дочерей Дагестана пали смертью храбрых на полях войны Воздвигнутый в Махачкале в парке Ленинского комсомола памятник Символ глубокого уважения к светлой памяти наших земляков Отдавших жизни во имя мира Оставшихся на полях сражений Самой кровопроливной войны всех времен В этом году многие праздничные мероприятия проходят в дистанционном и виртуальном форматах Вот и акция «Бессмертный полк» в России впервые проходит в режиме онлайн На фоне пандемии коронавирусной инфекции Онлайн-трансляция шествия виртуального «Бессмертного полка» была доступна в эфире федеральных телеканалов Граждане подали более 2 миллионов заявок на участие в акции Наблюдать за ретроспективой памяти можно было в режиме реального времени в телеэфире, на YouTube и других медиаресурсах Плакаты со снимками героев войны транслировались вместе с фотографиями их близких Онлайн-шествие двигалось постепенно с востока страны на запад Кроме того, в России проходила акция «Бессмертный полк в твоем окне» Ее участникам предложили выставить в окне портреты своего родственника-ветерана В юбилейное утро в день 75-летия Великой Победы торжества пошли и в Кизляре Так глава города Александр Шувалов от имени всех горожан возложил цветы к вечному огню и мемориалу Где высечены имена кизлярцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной Ровно в полдень по Кизляру начала курсировать машина с флагами, праздничными баннерами И установлены на ней музыкальной аппаратурой Благодаря чему звуки победного марша и военных песен были слышны по всему городу Кизлярцы из окон поддерживали эту акцию, махали флажками, поздравляли друг друга И, конечно же, присоединились к исполнению главной песни праздника – День Победы На рекламных счетах в Дербенте разместили портреты ветеранов из разных уголков Советского Союза В едином строю оказались те, кто ушел на поля сражений и не вернулся И те, кому удалось выжить и начать новую жизнь после войны Портреты ветеранов присылали все желающие, причем не только из Дагестана Но и из других регионов России и даже из других стран Завершен монтаж памятника советскому солдату под Ржевом Возводился он по мотивам стихотворения «Журавли» На слова нашего прославленного земляка Расул Гамзатова Ставшего, пожалуй, самой известной песней памяти погибших на той Великой войне Всего на 25-метровую скульптуру солдата ушло около 80 тонн бронзы В нижний участок композиции формируют фигуры взлетающей стаи журавлей У подножия мемориала установят стальные плиты с выгравированными именами солдат, погибших под Ржевом Письма из прошлого, голос памяти и надежды Живые истории о страшной войне из первых уст В Дагестане вышел краткометражный фильм «Письма с фронта», посвященный 75-летию победы Великой Отечественной Это авторский проект журналиста газеты «Дагестанская правда» Малики Курбановой Реализованный совместно с сотрудниками Национального музея Дагестана имени Тахагоди Представляем вашему вниманию отрывки из фильма Солдаты писали на крючках бумаги, тетрадных листах, обрывках тканей В годы войны использовали любую возможность, чтобы передать весточку с фронта Огромное количество реальных историй Хранятся они десятилетиями на пожелтевших треугольниках Кропотливо собирались на протяжении нескольких месяцев Каждое письмо, каждая строчка насыщена любовью и трепетом В преддверии 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне Наши коллеги бережно изымали из архива письма советских солдат Расшифровывали их, возрождая лица, характеры, чувства той кровавой войны Раскрывая сердца молодых солдат и опытных офицеров Суровых мужчин, передающих бумаги, свои откровения и боли разлуки В фильме представлено множество историй и писем Мы расскажем о судьбе самого юного из представленных солдат Это Гарун Ахундов Учился в школе номер один в Махачкалы На фронт ушел добровольцем, будучи учеником 10 класса Погиб в 1942 году Последнее письмо написано родителям Здравствуйте, дорогие мамы и Медхат Извините, что долго не писал Не было времени С 3-го числа всего месяца участвовал в боях Был на передовой линии 4-го на свете был бой В котором ранены Спианский, Вовка и Синий Толик Ранены легко Мы с Павликом живы-здоровы Сейчас находимся на отдыхе в одной деревушке Ценочувствие хорошее Чернила закончились, приходится дописывать карандашом Но пока Повет всем родственникам и знакомым Целую Гаеву Долгие месяцы работы представлены и на первой полосе газеты «Дагестанская правда» На этих страницах фотографии героев, уникальные документы и реальные послания с фронта Патиман Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала Премьера фильма состоится на нашем телеканале Например, всероссийская акция «Библия ночь» В этом году марафон впервые прошел безочной встречи зрителей и участников В онлайн-библиотеке побывал Азумруд Гамидова Акция «Библия ночь» давно стала популярной в Махачкале Ежегодное мероприятие собирало сотни поклонников в стенах библиотек И прежде всего в главной национальной библиотеке Дагестана имени Расула Гамзатова Из-за сложившейся во всем мире ситуации с пандемией Работа всех библиотек мира переместилась в виртуальное пространство Но желающих принять участие оказалось даже больше, чем обычно В этом году чтения посвящены победе в Великой Отечественной войне Артисты, писатели, деятели культуры со всей республики дали старт акции Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя Наше время иное, лихое, но счастье как всталищий И в погоню за ним мы летим ускользающим свет Жди меня, и я вернусь, только очень жди Жди, когда наводят грусть Кстати, прочитать отрывки из любимых произведений можно было и на национальных языках Вместе с тем к онлайн-марафону 75 слов победы подключились и библиотекари со всего Дагестана Они признаются, такой формат акции немного непривычен, но пропустить такое мероприятие они не могли Этот год очень значимый для нас с вами Наши деды, прадеды, отцы, дедушки и бабушки воевали для нас, чтобы мы с вами жили под мирным небом Это нужно не мертвым, это нужно живым Марафон объединил разные поколения людей Участники акции прикоснулись к литературному наследию военных лет Погибшим быть бессменны на посту, им жить на званиях улиц и в былинах Ветеран-боец бывалый, повидал за жизнь немало Он с отвагой в бою защищал страну свою Каждый мог поделиться своей историей, публично прочитать письма далеких лет из архива своей семьи или спеть песню Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там с муглянка-малдаванка забирает виноград Так, в онлайн формате впервые прошла эта необычная библионочь Она позволила узнать о новых проектах, а значит расширила горизонты, несмотря на тревожные обстоятельства, даря людям надежду на лучшее О дефиците койко-мест в больницах, нехватки медицинского персонала и оборудования Объявили уже сразу несколько муниципалитетов республики В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, недостаток решеперечисленного ощущается даже в городах Так, жители из Бирбаша требуют приобрести аппараты компьютерной томографии и МРТ для своего города К нам в редакцию обратились неравнодушные горожане По их словам, больным для обследования приходится выезжать в Каспийск или Махачкалу и стоять в бесконечных очередях Подробнее по тематханату Пожалуйста, примите меры, это крик души Минздрав Республики Дагестан Большая просьба, обратите внимание на город Избирбаш Все на пределе В больницах не хватает койко-мест, дефицит персонала и огромная очередь за лекарствами Но основная проблема жителей Избирбаша заключается даже не в вышеперечисленном Главное, что их тревожит, отсутствие необходимого медоборудования для обследования В городе с населением в 60 тысяч человек нет ни одного аппарата КТ и МРТ Ну почему мы должны больных людей, родственников возить отсюда в Каспийск, Махачкалу Вот много наболевших есть, город красивый, приятный, аккуратный Но чувствуется, что нас забросили, забыли нас Приходится выезжать в другие города В основном это Махачкала и Каспийск, где и без того медицинская система перегружена Да и выехать не каждый может Установлены блокпосты Вот такой вот парадокс Куда эти деньги уходят, почему не доходит помощь Почему не доходит помощь города, маленькие города Дагестана Я житель Избирбаша, нету помощи здесь Посмотрите, старая больница, новую не достраивают сколько лет уже Достройте, пожалуйста, новую больницу Дайте оборудование хорошее, КТ, МРТ Очень сложная ситуация У меня родственники трое уже умерли, близкие Жители говорят, ситуация в городе была бы менее критична Если бы выделяемые на медицину в мирное допандемическое время Деньги дошли бы до адресата Так, в Избирбаше вот уже более 20 лет Не могут достроить новую больницу Пациентам все еще приходится довольствоваться медучреждениями Построенными в далекие времена У нас нет свободных мест Больница переполнена Наша старая больница Она в простое-то время была не очень пригодна А на сегодняшний день Ну там Там лежать негде Наша новая больница Вот сколько помню себя, столько она строится Более 20 лет Куда уходят деньги? Ситуация в Избирбаши наглядно показывает Почему сейчас во многих муниципалитетах республики положение на грани критического Ответ прост До эпидемии на окраинах страны Медицине не уделялось должного внимания Не получается ли так, что всем нам Теперь приходится расплачиваться своими стрессами Здоровьем и дискомфортом За халатность тех, кто долгие годы создавал себе комфортные условия за госсчет Муфтият Дагестана продолжает оказывать весомую помощь больницам Где врачи спасают жизни людей На этот раз представители Муфтията выехали в Акушинский и Серегокалинский районы республики Они посетили местные больницы и встретились с простыми жителями Которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса Подробнее в сюжете Хамзанур Магомедов Протянули руку помощи Огромное вам спасибо Вообще с первых дней этой ситуации Религозные структуры очень взаимопонимающе отнеслись к этому Это благодарность врача Серегокалинской районной больницы В сложное время Муфтият оказал медучреждению своевременную помощь В виде медикаментов и средств индивидуальной защиты Приятным подарком для их семей стали также наборы продуктов первой необходимости Это 57 ковид подтвержденных лабораторных Еще большое количество анализов Более 350 человек Пневмония из них у нас где-то 275 по стационарам Уже госпитализировано По имя этого представители Муфтията в поселковых магазинах погасили часть долгов нуждающихся А в рамках акции благотворительного фонда «Инсан» раздали 300 продуктовых наборов Их получили те семьи, которые остались без пропитания Благодаря помощи Муфтията спасают жизни людей в Акушинском районе В центральной больнице была острая нехватка медикаментов Не было так необходимого сейчас для тяжелых больных кислородного концентратора Вот только как поступил кислородный концентратор Сейчас уже действует, уже спасает человеческую жизнь Огромное человеческое спасибо, что они не остаются в стороне Муфтия Дагестана и дальше планирует оказывать возможную помощь И вместе с врачами делать все, чтобы бороться за жизнь каждого человека Если что-то от нас еще необходимо, мы всегда будем рядом и готовы помочь Хамзанур Магомедов, Алиасхаб Магомедов, Дауд Гасанов, Новости 24, телеканал ННТ Оказал помощь Муфтият Дагестана и больницам Гергебельского и Бабаюртовского районов В Гергебеле на полмиллиона рублей для врачей и пациентов Были закуплены средства индивидуальной защиты и необходимые препараты Также передали финансовую помощь семье врача-рентгенолога больницы Которая погибла, спасая жизни пациентов В знак благодарности за самоотверженный труд Еще пять врачей также получили денежные средства Поддержку оказали в рамках акции «Помощь врачам» Благодарительного фонда Инсан Мы решили посетить сегодня Гергебельский район Мы встретились с медперсоналом в лице главврача Выразили им свою признательность, свою благодарность со стороны Муфтията И по мере наших сил готовы оказать возможную поддержку Поблагодарили также ребят-волонтеров, которые уже несколько недель круглосуточно на ногах И делают все возможное для больных Нам остается желать только лучшей Надеяться на помощь Аллаха И конечно же делать все, что возможно и что в силах наших От центральной больницы Бабаюртовского района Муфтия Дагестана Передал жизненно необходимый пациентам кислородный концентратор Первый заместитель Муфтия лично посетил для этого медучреждение Беседуя с врачами, он выразил благодарность за их героический труд, выдержку и стойкость Рискуя своей жизнью, сегодня находитесь в таком сложной ситуации Но тем не менее, несмотря на это, вы спасаете жизнь людей За это вам огромное баракало Мы, все духовенцы, все имамы, всегда, особенно в эти дни Мы делаем дуа за всех врачей, за всех наших братьев и сестер Все, что нужно, мы по тем сборам, которые фонд инсан объявил Мы заказали, то, что пришло, сразу доставили Также у нас, как я ранее говорил, и лекарства, и спецформа тоже едет Их тоже доставим Все, что от нас зависит, что будем делать, будем рядом Главное, себя берегить, родных и близких Вам тоже большое баракало за такую помощь Конечно, нам надо сплотиться в такое время И как-нибудь справимся, иншаллах В рамках рабочей поездки представители Муфтията Дагестана Также обошли поселковые магазины, в которых погасили долгие запросы Продукты питания первой необходимости Которые возникли у семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии Медикаменты и медоборудование на сумму, превышающую прежний размер городского бюджета Получил Дербент Очередная партия помощи Дагестану в борьбе с коронавирусом Поступила от сенатора Сулеймана Керимова накануне Куда направят помощь в первую очередь? Смотрите в сюжете, Хадижа Курбанова Помощь на полтора миллиарда рублей Здесь видеоэндоскопические стоки, аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновские системы, электрокардиографы, УЗИ аппараты и многое другое Помощь республике, кстати, как никогда, это подметил и глава Дербента По его словам, друзья познаются в беде, и помощь сенатора своевременно и неоценима Сулеймана Керимова делал и делает очень много для Дагестана, это мы все знаем Завал с лишним, что нам послали такого человека, это примерно для подражания И вот сегодня пришла очередная помощь, общая сумма, которая составляет более ботовая миллиарда рублей Чтобы избавленный годовой бюджет Дербента меньше этой суммы до выхода с выжимания Поэтому, чтобы это когда другие, тоже достаточно обеспеченные люди сидят дома Сокрепли, свое богатство, которое с собой несут Но он не знает, что истинно грядочный человек, он боится все лично и всегда старается во всем побольше Один из таких судьба, который он должен действительно сказать, это настоящий, друг с целью дагестанцев В первую очередь помощь направят в Дербентскую центральную городскую больницу Далее полученные оборудование и медикаменты распределяют по больницам, где они больше всего необходимы Сейчас действительно тяжелое время, как сейчас ответил глава Дербента И вот эта оборудование нам крайне необходима Мы очень благодарны, что в настоящее время в это оборудование поступает Говорят, что хороша ложка к обеду И в данном случае это, в принципе, на прямой оправдывает Это уже третья партия помощи от Сулеймана Керимова И, как отметил мэр города Дербент, ожидается еще одно поступление На этот раз противочумных костюмов, так необходимых для защиты медиков Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Более двух миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и медперсонала Направил благотворительный фонд Инсан Такую сумму удалось собрать менее, чем за неделю Сегодня весь медперсонал нашей республики находится в тяжелом положении Ежедневно количество заболевших увеличивается А медработники сталкиваются с нехваткой элементарных средств индивидуальной защиты Несмотря на оказываемые органы государственной власти и управление помощь, даже ее оказывается недостаточно Дополнительная крупная партия защитных средств поступит в больницы нашей республики в ближайшее время Кроме того, более четырех тысяч противочумных костюмов и защитных комбинезонов для дагестанских врачей закупил меценат Амур Тазалиев Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев Крупная партия средств защиты была направлена в городской штаб для врачей Махачкалы 3600 комплектов были распределены между пятью медучреждениями города Оставшиеся костюмы направлены в больницы Ахвахского района В ближайшее время ожидается поступление еще нескольких партий средств индивидуальной защиты Давайте мы вместе поблагодарим Амара Магомерича, а также всех бизнесменов Которые, несмотря на замедление темпов экономики, оказывают серьезную помощь в обеспечении малоимущих и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Особенно важна сегодня помощь нашим врачам, от состояния которой зависит здоровье нашего населения Помните, что самая большая помощь, которую каждый из нас может оказать сегодня врачам, оставаться дома Ифтар в режиме самоизоляции В период пандемии коронавируса благотворительный фонд Инсан продолжает активную работу Ежедневно только в Махачкале готовые порции еды на разговение получают около 4000 малоимущих семей Накануне обеспечения Ифтара взяли на себя дагестанские спортсмены Курбан Рагимов продолжит тему Плов, финики и хлеб – такой Ифтар сегодня может позволить себе не каждый житель республики Свою руку помощи землякам решили протянуть известные дагестанские спортсмены во главе с олимпийским чемпионом Гайдарбеком Гайдарбековым Добровольцы взяли на себя все расходы и развозят порции готовой еды по домам подопечных фонда Инсан Там обратился фонд Инсан, что дается один день для того, чтобы мы могли накормить нуждающихся И после этого у нас есть группа, это группа, которая спортивное сообщество Я обратился туда, чтобы мы собрали деньги на один день, чтобы взяли на себя из фонда Инсан И сегодня это посчастливилось, наши ребята за короткий срок, за один день собрали всю эту сумму Акция по адресной доставке еды пришла на смену шатру Рамадана На протяжении восьми последних лет нуждающиеся могли разговляться во дворе Джума-мечети Братская атмосфера, а именно этот фирменный плов, полюбились многим горожанам Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса организаторы вынуждены изменить формат В этом году мы планируем осуществлять адресную доставку нуждающимся семьям уже готового, приготовленного плова И по всей республике Дагестан с участием всех филиалов мы планируем охватить чуть более 10 тысяч семей ежедневно Хочется поблагодарить всех, кто принимает участие и хочется призвать, чтобы люди не оставались в стороне и принимали участие в этой акции Пусть каждое добро, сделанное нами, вернется в сторицу Спортом будешь заниматься? Бери спорт, держи Иди что-нибудь купить, хорошо себе? Да примет всевышний ваши добрые дела Именно этими словами во всех семьях провожают волонтеров В клубе Universal Fighters не первый раз участвует в подобных акциях Помощь землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чемпионы мира по грэплингу и джиу-джитсу считают своим долгом Сегодня у нас есть уникальная возможность принять участие в этой благотворительной акции Поэтому давайте не будем оставаться в стороне, а может быть, очень может Акция по доставке ифтаров проводится фондом «Инсан» ежедневно о вознаграждении за то, что накормил постящегося, знают, пожалуй, все Поэтому внести свой вклад в это дело может любой желающий Курбан Рагимов, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Махачкала С начала режима самоизоляции благотворительный фонд «Инсан» также продолжает обеспечивать малоимущие семьи необходимыми продуктами На сегодня организация уже распределила 170 тонн продуктовой помощи В настоящее время фасуются коробки добра из очередной партии Скоро они отправятся в дома подопечных фонда Еще 5000 семей будут обеспечены продуктами первой необходимости, сообщили в пресс-службе фонда Минздрав России обеспокоен ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в Дагестане Об этом заявил глава министерства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия» Он отметил, что регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации Чиновник отметил, что на данный момент специалисты федерального Минздрава совместно с представителями Роспотребнадзора работают на месте По данным на конец недели Дагестан занял пятое место среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом В республике по официальным данным было зафиксировано 2468 случаев заражения 17 человек спасти не удалось Однако по информации общественников и представителей неправительственных организаций эти цифры могут быть намного выше В условиях, когда опасная инфекция повсеместно постучалась в дома дагестанцев и пришла почти в каждую третью семью в республике Очень важно знать, каким мерам стоит прибегнуть в первую очередь, чтобы одолеть болезнь Какова профилактика коварного заболевания и что надо делать, чтобы болезнь протекала в легкой форме? Отвечает на эти вопросы главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Елена Арбулиева Не надо паниковать. Дело в том, что вот эти симптомы, они могут быть и при обычной банальной простуде, при ангине, при каких-то других заболеваниях Поэтому меры в принципе те же самые Это соблюдение режима, изоляция, желательно самоизоляция, если вы живете в доме, где пожилые люди, где дети Конечно, желательно дистанцироваться от них, там в отдельной комнате изолироваться И обычная наша тактика, как говорят бабушкины все рецепты Обильное питье горячее Соблюдение гигиены И при высокой температуре обычно все бегут принимать жаропонижающие Вообще у нас у инфекционистов всегда такое правило Если человек достаточно адекватно переносит температуру 38-38,5 То есть это человек среднего возраста, это не ребенок, у которого могут быть судорожные, так сказать, проявления Это не пожилой человек там с заболеванием сердечно-сосудистой системы Температуру желательно не сбивать, поскольку в любом случае температура это защитная реакция Которая способствует выработке интерферона на достаточно высоком уровне А интерферон это противовирусный белок Ну и сами вирусы, как правило, при высокой температуре, они чувствуют себя не очень-то хорошо Быстрее погибают Поэтому температура, она имеет как бы так двоякое такое свойство Еще раз хочу напомнить, что инфекция достаточно коварная Она иногда начинается так очень из-под воль с низкой температуры, слабости А потом могут развиваться дополнительные симптомы Поэтому обращение к врачу, к участковому врачу обязательно А он уже дальше будет решать, какова дальнейшая тактика ведения Парад для одного героя В Махачкале для ветеранов войны проходят персональные концерты На этот раз индивидуальный праздник для героев устроили сотрудники Минмолодежи Республики Совместно с моряками Каспийской флотилии Несмотря на ситуацию в стране и в мире, подвиги солдат Победы не могли остаться незамещенными в этом году Под окнами ветеранов был представлен настоящий фронтовой концерт Любимые песни для ветеранов исполнили артисты эстрады и военного оркестра Атмосферу праздничного представления дополнили стилизованный автомобиль Передача копии знамени Победы и памятный подарок ветеранам Необычный музыкальный подарок не оставил равнодушными и жителей близлежащих домов Они также поддержали музыкантов Мы с трудом можем представить, с каким трепетом ждали с фронта письма своих близких Наши бабушки и дедушки Как они радовались, что их родной человек жив и здоров Как плакали, когда приходили похоронки Ведущие телеканала ННТ решили по-своему отметить этот День Победы И зачитать в эфире отрывки из писем военных лет После выпуска предлагаем вашему вниманию некоторые из них А на этом у меня все Это главное, чем запомнилась нам эта неделя До встречи в следующее воскресенье Удачи вам, друзья! С Днем Победы! Здравствуй, моя Азочка и остальные мои птенчики Я вас крепко в душе своей целую Азочка, спасибо тебе за то, что пишешь мне хорошие письма Они для меня служат большим счастьем Сегодня получил твое письмо в момент ужасно сильного боя с противником Я, получив письмо в руки, в торопях, посмотрел на адрес Увидел, что от тебя и у меня от радости брызнули слезы Но прочитать его было некогда Я заряжал свою пушку и беспрерывно ввели стрельбу по противнику Дождался ночи и в темном окопе со спичкой уже читал И был рад ему до невозможности А запиши мне Пиши, прошу тебя В родной город слал свои весточки жене и маленькому сыну Алексея Рогов Командир эскадрильи авиаполка, совершивший более 60 вылетов В каждом его обращении к жене чувствуется неподдельная любовь и тревога за близких Девочка моя, писал Алексея с жене из Новочеркасска Приготовь себя к разлуке Впереди 1942 год Живи, как и я, надеждой на встречу Следующее письмо он отправил домой уже из Московской области Здравствуй, Верусенька и сын Эденька Верочка, не грусти Готовься к зиме Купи сыну валеньки и ши ему шубку Люблю вас, Алексей Последнее письмо датировано началом октября 1941 года Его Алексей написал за несколько дней до своей гибели А звание Героя Советского Союза он получил посмертно Сергей Храпов, письмо отцу Мой дорогой отец, шлю тебе сердечный привет и желаю многих лет жизни Шесть лет мы с тобой, старина, не виделись, но ничего, недалек тот час, когда увидимся Да еще как увидимся, все будем вместе, а пока побудешь с дочерьми и внучатами Ты уж не обижайся на меня, что редко пишу тебе, зато я часто тебя вспоминаю В этом году приехал бы к тебе, да война помешала Вот теперь надо с врагом расправиться, а потом уже к родным Не унывай, дорогой отец, нам теперь нужно крепко бить врага, чтобы жили наши родители, жены, сестры, дети, наша родина Будь здоров, жму руку, твой сын Сергей Храпов 3 сентября 1941 год Вера Поршнева, письмо матери Милая мамочка, пишу это письмо перед самой смертью Ты его получишь, а меня уже не будет на свете Ты обо мне не убивайся, не плачь Я смерти не боюсь Мамочка, ты у меня одна остаешься, не знаю, как ты будешь жить Доживай как-нибудь свой век И все же я тебе завидую, мама Ты живешь пятый десяток, а мне пришлось прожить 24 года А как бы хотелось пожить и посмотреть, какая будет дальше жизнь Не могу дальше писать, руки трясутся и голова не соображает ничего Я уже вторые сутки не ем С голодным желудком, говорят, умирать легче Ну ладно, прощай, моя милая старушка Как хотелось бы посмотреть на вас На тебя, на Зою, милого Женечку Если сохраните его, расскажите, какая у него была тетя Ну все, целую вас Твоя дочь Вера Вера Поршнева умерла 30 ноября 1941 года Посмертно награждена орденом Отечественной войны первой степени Она была партизанкой на фронте И это была ее прощальная письма Фронтовые треугольники Дневники памяти прошлых лет Вот такие простые тетрадные листки Исписывали солдаты перерывы между боями Среди них был мой дед Анатолий Алексеевич Корубакин Попавший на войну 19-летним мальчишкой Нашла свободная минутка Сижу в ямке, поэтому немного спокойно Вся фронтовая симфония надо мной И так все время Только остановишься Тут же лезешь в землю Пока все хорошо Настроение бодрое Самочувствие хорошее Идем дальше 2-го числа после упорного натиска Отбросили немцы еще Захвачены трофеи и пленные А рядом цвистят и рвутся мины И так каждый день А в остальном все по-прежнему В общем, мамуля, не беспокойся Только пишите чаще Привет знакомым Крепко целую Анатолий 7 октября 1943 года До Днепра не особенно далеко Километров 5 А там, за Днепром, куда мы отбросили противника На таком же расстоянии идут бои Немцы пытались нас не раз контратаковать Но были отбиты Это когда я еще был в боях А пока отдыхаем Набираем силы для дальнейших схватки В общем, я прошел Украину Зашел на землю Белоруссии А она начинается за Днепром И теперь снова вернулся отдохнуть на Украину Те зверства, которые немец чинил перед отступлением Даже трудно описать На своем пути он сжигал все Все до одной деревни Жителей Скот угонял с собой Расстреливал, бросал в огонь детей Но за это он крепко поплатится Пока на этом Привет знакомым Крепко-прикрепко целую Анатолий 12 октября 1943 года Дорогая мамулька А на открытке Прага Освобожденная позже Нашими войсками Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова